Из Собеса в центр помощи бывшим заключенным. Жители пятиэтажки в Солнечном считают, что в их доме организовали незаконный приют для людей, попавших в трудную ситуацию. Его постояльцы устраивают драки, ломают двери. Действительно ли там занимаются реабилитацией? Расскажем в следующем сюжете. Вот решивчатые между вторым и третьим подъездом. Раз, два, три, четыре окна. Это их окна. Елена Аркадьевна давно живет на улице Светлова и помнит, раньше в этом помещении был Собес. А теперь, рассказывает женщина, там обосновалась компания мужчин. Причем состав постоянно меняется, а живут не всегда мирно. Морды-то точно бьют друг к другу. Потому что я помню, здесь молодые были. Они там такие разборки устроили. Я говорю, что дверь выбили. Они меняются, постоянно меняются. Одни заезжают, других выгоняют. Их выгоняют прям ночью, понимаете, вечером. Они здесь сумками сидят, потом начинают по подъездам. Жильцы соседних домов шума не слышали, но тоже замечали в своих подъездах людей из этой компании. Был один, да, был. Я выгонял его тоже со своего подъезда. Приезжает к ним там, кто он там старший или кто не знает, их не... Постоянно им привозят еду там мешками прям. Ну а какой-то шум или гулянки, драки? Нет, нет. Такого не слышал ни разу, ни разу не слышал. Всю жизнь здесь живу. Другие соседи думают, что здесь нелегальный центр помощи бывшим заключенным. Местные жители рассказывают, что в микрорайоне постоянно появляются новые объявления на подъездах, остановках и трансформаторных будках. Вот, например, предлагают бесплатное питание, жилье и даже трудоустройство. Попасть даже внутрь подъезда нам сегодня не удалось, но увидеть, что происходит внутри, можно. Нам в редакцию прислали видео, на котором буйному мужчине связали руки скотчем и обещают утопить в Енисее. Ты что, ты сколько выпил-то, а? Я нисколько не выпил. Как выяснилось позже, мужчина все-таки был очень пьян. Так соседи по неспокойной квартире пытались его утихомирить. В полиции говорят, заявление от мужчины не поступало. Ранее жалобы из этого дома были, в основном на нарушение тишины. Сотрудники выезжали на место. После увиденных кадров начали проверку. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям, как данных граждан по отношению к конкретному мужчине, так и в целом будет установлена принадлежность данного помещения, то есть чем оно является. Каких-то данных о том, что там официально зарегистрированный находится реабилитационный центр, на данный момент у полиции нет. Те, кто официально занимается помощью людям, попавшим в трудную ситуацию, говорят, в Красноярске такая квартира не одна. Их постояльцев привлекают к грязной и простой работе. Дело прибыльное. Разнорабочему в среднем за смену платят полторы тысячи рублей, но основные деньги достаются владельцу квартиры. До подопечных доходит лишь малая часть, а содержание в таком нелегальном доме самое дешевое. Там все просто, все просто. Вот койко-место, вот пища. Все, завтра на работу, день отработал, приехал. Там 300-400 рублей дали. На выходной можешь пойти, попьянствовать, обратно прийти. Вообще без проблем. Главное, чтобы ты на работу ходил. И ни о какой психологической помощи, программе реабилитации или дисциплине речи там и быть не может. И неудивительно, что кого-то приходится ликвидировать даже с помощью скотча.